Я не знаю, куда девать свою энергию. Меня бесит этот карантин. Ну что, поеду я в деревню, блин, в Сибирь. Корову доить. Здрасте. Кто эта сумка опять делает? Нежа! Посмотрим шмотки. Раз, два и три. Это прежде всего эмоция. Помощь! Я волонтер. Вам мусор вынести. Детка, а карантин идет мне на пользу. Посмотри, что происходит. Кто батя? Ну кто батя? Перед вами стоит, ребята. У меня разрывается директ. Посмотрите, что происходит с телефоном. Ну, вы в курсе, если вы подписаны на мой инстаграм, что я запустил маску, которая выглядит вот так вот. Что по бабкам нам даст текила? И я отправляю бабки. Старался почти всем отправлять. И за час я отправил больше 100 тысяч рублей. Отправляют мои друзья. Детка, а карантин идет мне на пользу. Давай, братишка, хорошие суммы мне пришли сейчас. Опа-ча! Вот я обогатилась как бы, но хуево обогатилась. За три часа я своей маской приобрел плюс 25 тысяч подписчиков. Короче, я, блядь, получается, за три часа просто взорвал инстаграм своей маской. Пойду-ка. Детка, а карантин идет мне на пользу. Посмотри, что происходит. Посмотри, что происходит. Посмотри. У меня просто 300 тысяч просмотров за 4 часа. И в Торис. Это вообще разрыв. 25 тысяч человек подписалось. И посмотри, что происходит с директом. Это директы, которые только у меня получаются. А вот запросы, смотри. Просто all requests каждую секунду. А топ requests. Тут просто блогеры все 50, 40 тысяч, 60 тысяч. Все подтянулись вообще. Все стали это делать. И всех, короче, я всех веселю на этом карантине. У меня получилось. Тебя ослепляет твой успех. Да, я звезда. Я разорвал инстаграм. Ну все, я побежал. Я крутой? Давай, да, ты крутой. Так я уже раздал 100 тысяч рублей. Ну, надеюсь, они пойдут на блог. Да, 100%. Я люблю раздавать бабки. Ну что, Дим? Как протекает очередной день твоего карантина. Становится тяжелее. Но мы не сдаемся, идем вперед. Бразер готовится к лету усиленными шагами. Так, ну надо продемонстрировать людям какое-нибудь упражнение, которое они могут дома, мне кажется, сделать. Если у них даже нет тренажеров. Как ты думаешь? Обязательно это надо сделать. Потому что некоторые не знают, как заниматься. Мы должны показать пример. Да, смысл здесь. Для мальчиков и для девочек. У кого есть лишний вес, жирок, так сказать. Следующее упражнение. Если у вас есть дома скамейка, или диван, или кровать, или лестница какая-то. Ну, в общем, все подойдет. На каждую ногу. Потом, значит, следующая тема. Так, ну самое простое. На трицепс. Да, но так как это легко, соответственно. Может быть, одну ногу оставлять. И, соответственно, вот так вот делайте упражнение на трицепс. Давай, Дим, ты теперь что можешь показать? Так, ну самое простое. Я, когда больше девчонка, потому что, ребята, будут отживаться от пола. Девчонкам, вот самое простое. На грудь отжимания, то есть, чтобы полегче, потому что от полу тяжело. А грудь, у девчонок, это очень важный момент, я вам могу сказать. Я бы сказал, это основной момент. Здесь, в принципе, работают все мышцы. То есть, у меня все тело напряжено. И грудь, и трицепс, и все работает. Если, как бы, дома есть, не знаю, стульчик позволяет выпрыгнуть, то можно сделать и такие крючки. Да, хорошо. Чтобы еще, так сказать, соседей, которые внизу, тоже разбудить их немного. Так, ну здесь можно и так же прессик делать. Вот, то есть, обычный. Можно просто подержать, чтобы на полу можно поставить ноги. Здесь уже никуда не поставить. Сейчас, статику подержали. Можно поработать все эти динамики. И буквально несколько упражнений. У вас будет такой же пресс. О, yes, oh, yes. Такой же пресс. Так, все. Поэтому лето не за горами. Несмотря на то, что коронавирус и карантин. Всем хочется подепрессовать. Все, подепрессовали, хватит. Начните прямо сейчас. Когда ты просыпаешься и думаешь, что ну все, хуже уже точно не может ничего быть. Нет. И на улице уже теперь не потусуешься, потому что минус один. И не выйдешь никуда, потому что нельзя. И дома, если честно, уже все, что можно было переделал. Вообще все. Ну вот, можно разобрать вещи. Приехал курьер, передал пакет от моего байера Никиты. Посмотрим шмотки. Буду смотреть вместе с вами. Итак. Раз. Два. И три. Посмотрим. О, да. Крутые изики. Семисотые. Ребята, как вам, посмотрите. Очень жирные, по-моему. Я вообще ни у кого таких не видел. Напишите в комментарии, как вам. Это Суприм. Классная кофта. Две кофты и кросса. Порадовал себя. Хоть немножечко. Раз такой сейчас вот тухлячок, карантин, нечем заняться. В спортзал я уже сходил, с родными пообщался. Можно и пооткровенничать с вами на тему музыки, на тему вашего отношения к моей музыке, моего отношения к моей музыке и вообще в целом. Что сам вообще скажешь? Мне нравится. Мы сейчас топили. Мне тоже нравится. Тот раз привел. Я знаю, что многие из вас считают, что влоги у меня получаются гораздо лучше, чем музыка. Я и сам, если честно, так же считаю. Чуйка именно вот какая-то продюсерская или интуиция хитовости песни, особенно при ее создании, у меня имеется. Само исполнение хромает. Я не суперпевец. Вообще никакой певец. Зачитать могу. Моя фишечка – это угар веселья. И когда люди приходят ко мне на концерты, они именно за этим приходят. Они получают максимальный отрыв, мотивацию. Я вижу их улыбки, и это меня заряжает. Без музыки жить я вообще не могу. Не представляю себя, потому что я каждый раз что-то креативлю. Мне хочется что-то прикольное исполнить. Мне кажется, что музыка – это на века. Мне хочется создавать песни, которые слушали бы люди через 10, через 20 лет. Я хочу, чтобы ваше отношение к моей музыке было более легким, что ли. Я не претендую на звание лучшего певца. Я не собираюсь представлять Россию на Евровидении. Я хочу, чтобы вы к моим релизам относились более спокойно. Понравилось, не понравилось – окей. Если хотите критиковать, то критикуйте без проблем. Но я стараюсь обращать внимание только на объективную критику. Еще хочу поделиться с вами тем, что у Мии очень много крутых треков. И мы сейчас их придерживаем из-за карантина. Они у нее веселые, более зажигательные, чем тот же «Адидас» и «Ананас». И мама не в курсе. У нее будет очень много хитов в этом году. И надеюсь, что скоро эта вся история с коронавирусом закончится. Так что ждите, ребята. Совсем скоро, совсем скоро. И вы помните, я объявлял о том, что мы вместе с Клевером объединились. Мы объединились в очень плотной связке. Я хочу сказать, что Клевер – это непосредственно уже и мой лейбл в том числе. И везде, где вы будете видеть слово «Клевер лейбл», я имею к этому непосредственное отношение. И мы совсем скоро вам предоставим на обсуждение новую группу. Она просто группа топовая, вообще топовая. Короче, ребята, я хочу, чтобы вы на моем канале и все те, кто следит за мной, вообще просто проще относились к жизни. Мы не рамсили без повода, не засаживали никого, а наоборот поддерживали. Поддержка – это самое главное. Просто хочу еще вам сказать большое спасибо, ребята. Большое спасибо за то, что вы смотрите мой канал. Я этим очень дрожу и спасибо вам, что вы со мной. Куда мы выдвигаемся? Магазин за продуктами. Магазин, он закончил с продуктами, и мы выдвигаемся. Сидеть! 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 На! И тебе на! Молодцы! Лежать! 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 Лежать, я сказал, да, самые умные псы. Пойдемте. Я не знаю, куда девать свою энергию. Просто у меня ее так много, я не могу уже находиться дома. Блин, меня бесит этот карантин, если честно. Меня бесит, что снег выпал, блин. Бесит. Если ты сейчас будешь рыпаться за территорию, ты получишь ее. Понял? Понял? Охренеть! Вот куда полез? Стой! Подожди, дай я выбегу. Крис! Нельзя! На место! Крис! Крис, ко мне! Крис, ко мне! Крис, ко мне! Зараза ты! Я сказал, ждать дома. Дома ждать! Дома! Все, охранять! Так, на место! На место! На место, я сказал! На место! Ну-ка, пошел! Мне тяжело столько времени находиться дома. Всем тяжело. Реально. Тебе еще легче, чем кому-нибудь из друзей наших нуждать квартир. Ну, нет, я согласен, да. Что, нефиг меня ныть, потому что у нас есть спортзал, там бассейн. Но сейчас снег выпал, это, конечно, вообще ужас. Ужас бедный. Ну, потому что не поиграть в баскет, ничего вообще. Давай, гипотетически, предположим, что будет с нами, что мы будем делать ровно через год в это же время. Тебе бы хотелось бы вообще в этой жизни, ну, вот конкретных перемен тебе хотелось бы в этой жизни? Вот просто кардинальных. А каких конкретных переменах? Ну, я не говорю о том, что нам нужно расстаться. Ну, допустим, резко рвануть на два месяца куда-нибудь пожить. Ну, на два месяца резко рвать нельзя. Все-таки, если ты рвешь на два месяца, нужно это немножко продумать, на мой взгляд. Ну, вот, я тебе предлагаю продумать так, чтобы в следующем году можно было бы рвануть куда-то. Ну, мне хочется каких-нибудь, я поняла, что прикольно продумать какие-нибудь приключения. Причем приключения не обязательно, это должно быть что-то связанное со страхом смерти и так далее. Просто приключения, оно даже по Москве может быть. А я хочу поехать в другую страну, где мало русских, без денег и без телефона. Ну, не один, а, допустим, там я, ну, еще кто-нибудь, кто отважится. Мне кажется, это крутая идея. Какая-то будет страна? Ну, допустим, Вьетнам или Камбоджа или Филиппина. Ну, то есть там, где очень мало славян, где очень мало людей европейской внешности людей, где есть потенциально угрозы и проблемы, потому что, ну, без этого неинтересно было бы смотреть. Ну, типа, поехали без денег. Неинтересно было бы или неинтересно было бы смотреть? Тут тоже, знаешь, важно, не понимать. Неинтересно было бы нам и неинтересно было бы смотреть. Дим, ты готов рвануть? Да, без проблем. Всегда что-то новое, всегда интересно. А на сколько дней ты бы поехал? Пока не выполнил бы цель. То есть мы приехали без денег, без всего, без телефонов. То есть надо идти, значит, надо зарабатывать, работать, то есть искать, находить контакт с местным населением. Ну, и все, двигаться, двигаться, двигаться. Пока вот не выполнишь цель, нет смысла уезжать. Согласен. Ну, вообще, это типа тема, знаешь, такой, репетиция после апокалипсиса. Вот ты оказался где-то, нет никакой связи. Ну, это крутое испытание. Ну, то есть, вот смотри, крутое приключение. Для нашего существования, для существования человека, что нужно? Не роскошь, не там классная тачка, а нужно, чтобы было где поспать в тепле, да? Амида, масло, да. И чтобы было что поесть. Соответственно, люди в мире делятся на две категории, которые не думают о том, где им поесть и где им поспать, потому что у них это есть, это имеется. Они просто в этом месяце могут пожрать омаров, а в этом месяце они просто поедят там рыбку, да? А вторая категория людей, которые выживают действительно так. Мне бы хотелось бы попробовать повыживать. Потому что я делал себе в жизни такие испытания. Ну, там, допустим, когда в академии учился, когда в Сочи мы гоняли с ребятами. Но на территории России это будет нереально сделать, потому что люди будут узнавать, и я буду не таким раскрепощенным. Саша, это так кажется. Ты едешь в какую-нибудь глубинку, где у людей нет интернета, и все, пожалуйста. Ну, конечно. Мне кажется, кстати, в России будет даже тяжелее, чем во Вьетнаме попробовать. Ну что, поеду я в деревню, блин, в Сибирь какой-нибудь бабки, там корову доить. Я считаю, что поехать по России прикольно. Прикольно, езжай тогда, круто. Я проездил уже в своей жизни по России и с ребятами, и сам прогастролировал. Мне это не интересно. Я не вижу в этом никакой сложности, потому что ты, как минимум, знаешь русский язык и сможешь спокойно устроиться на любую работу, блин, в России. Мне вот кажется как раз, что не получится устроиться непонятно какой-то человек, откуда ты приехал, и такой, типа, давайте я устроюсь к вам работать. Я считаю, что вот, типа, выживать в... Понятное дело, что когда у тебя другой язык, это будет сложнее, другие условия, абсолютно другое там... Именно. В 50 раз сложнее. Посмотрим, сколько нам скинет кива на корм. Вау! Слушай, да ты голодной не останешься. Опа-на! Ёба-на! Симбочка, нам скинули денежку, поэтому сейчас мы пойдем покупать тебе корм и расчесочку, пожалуй. Вот это вот я понимаю, оплата врачам за такую работу в такое трудное время. Жду. Ребята, я просто не верю. Я получила сейчас на карту 50 тысяч рублей. Сейчас прикреплю сюда скрит. Продолжаем фиксировать мой супер-успешный кейс и результат, как заработать уже 300 тысяч подписчиков за ночь, получается. Потому что сейчас утро, просмотры, сториз, посмотрите, со вчерашнего дня. Миллион, полтора миллиона просмотров сториз. Актив просто бешеный. Моя маска сработала. Я продолжаю отправлять деньги, дарю радость подписчикам на карантине, кому-то двушечку, кому-то пять тысяч. Вот вчера отправил 50 косарей, сейчас собираюсь отправить еще 50, может быть и 100. Разъебал инстаграм, что могу сказать. Машуль, как тебе мой успех? Супер. А у тебя есть какой-нибудь лимит финансовый, когда ты планируешь закончить? Ну, пока идет, мне кажется, надо шарашить, так сказать. Вообще, у текилы нет лимита. Текила и лимит – это две вещи, которые живут на разных полюсах, знаешь? Просто уже невозможно находиться дома. Хочется еще и максимально помочь. Не просто в интернете людям раздать и денег, а еще и физически. Поэтому я обратился в волонтерское движение Красногорска. И вот мы сейчас приехали к нам на район помогать бабушкам, потому что им нельзя выходить. Вы знаете, так, что мы тут взяли? Три яйца. Так. Водички, муки. Нифига себе. Гречки нам сегодня не удалось. Нет, давай, ты неси. Гречки нету? Гречки нету, гречки нету. Офигеет. Тут бабушки, дедушки, они заказывают, оставляют на сайте заявку. На самом деле они платят сами за все. Но это происходит как в волонтерской истории. Вы приезжаете, оставляете расписку, вам человек дает деньги, вы покупаете все продукты и возвращаете. Мы же в свою очередь просто решили помочь. Здрасте. Здрасте. Валентина Васильевна? Нет. Вы за нее. В окошечке. Вот это. А, она не выходит? Не выходит. Правильно делает. Так, сколько? Ничего не надо. Ничего не нужно. Мы сегодня такие волонтеры, нам ничего не нужно. Мы спасибо вам большое. Вот она у меня в окошке сидит. Ой, вообще, сколько лет? 89. 89 лет вам? Здоровья вам, аккуратно. Большого здоровья. Все, по поводу гречки попробуем завести, если появится сразу. Давай. Получается, Дима, ты волонтер. Да, делаем добро. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Возьмите, пожалуйста, ваши продукты. Короче, всем нужна гречка. Я знаешь, что предлагаю? Я предлагаю... Челлендж гречки? Я предлагаю закупить где-то дохерища гречки и привезти сюда и по всей опалике, и по всему Красногорску, кому мы сможем заходить, раздавать. Будет топ вообще. Крутость этого приключения будет в том, если уехать вообще в какую-то страну, где мало европейцев, где очень мало русских. Ну, круто это сделать либо где-то, где очень жарко, либо где-то, где очень холодно. Нет. Где очень холодно, это точно отпадает. Потому что, если в первые два или три дня не найдется жилье, то можно реально умереть. Потому что тут будет все закрыто. Не идет разговор о том, что ты либо снимаешь выпуск, либо умираешь. Правильно? Понятно, что есть страховая какая-то история, что если ты понимаешь, что все, ну вообще не вариант, там у тебя падает температура тела до 34,5, и у тебя там снижается пульс до 30, наверное, стоит остановить съемку и съесть резервный фонд какой-то. А как? Ну, то есть, если ты летишь на это приключение, и у тебя заранее есть резервный фонд, то там какая-то кредитная карточка, которая валяется на дне рюкзака, или там где-то свернутые деньги, или телефон заныканный, то ты все время будешь об этом думать. И ты будешь в самой экстренной ситуации думать, а, ну все, вот она эта ситуация, и будешь ей пользоваться. То есть, ты хочешь сказать, что ты готов поехать на какую-то съемку так, чтобы у тебя вообще не было никакой страховки? Сто процентов. Наконец-то в магазинах соблюдают все меры предосторожности. Смотрите, какие масочки прикольные. Так, ну вот, что мы закупаемся здесь. Бананы, вода, боржоми. Ты вообще понимаешь, что торговые центры пустые, люди ходят все в масках? А те, кто не в масках, вы совершаете ошибку. А ты знаешь, может быть, это все нам за то, что мы все слишком заморочены своей внешностью, и вот нам кто-то сказал сверху, такой, типа, все, носите маски теперь, не парьтесь. Может быть, потому что вы постоянно губы делаете, краситесь, чтобы мы не видели ваш хабинир. Может быть, для этого? Может быть, нам там сверху сказали, чтобы мы дома все посидели, с семьей пообщались, а? А снег идет, а снег идет, по щекам крещик убьет. Нет, 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 нет! Для хороших дел нет плохой погоды. Нужно делать хорошие дела и в солнце, и в град, и в югу, и в снежную бурю. Такс. Это молодежный центр, где не сидит штаб волонтеров городского округа Красногорск. Волонтеры – это прежде всего эмоция. Помощь! Открытое, большое, доброе сердце. Это огромная любовь ко всем. Ребята, у меня прямо мурашки. Можно совместить приятное с полезным. Обращайтесь в волонтерское движение вашего района, помогите своему городу, и вам обязательно, обязательно вернется. И сейчас обязательно поставьте лайк. Так, ну я так понял, это распределительный центр, да, так вот, до волонтеров приходят? Да, да, это штаб волонтеров. Их сначала ждет регистрация. Мария – волонтер. Коллегам предлагает записаться вот в такие ведомости, да, чтобы мы знали, сколько волонтеров сегодня у нас вообще присутствует. Сегодня у нас вот 28 человек. Каждые полчаса они приезжают, отмечаются, берут индивидуальные средства защиты, бычь волонтеры, чтобы обязательно нас различали, что мы не мошенники. Здесь, получается, коробки с продуктами. Да, да, откуда мы все забираем. Сюда нам привозят сырье, просто вот продукты в отдельных упаковках. Мы собираем коробки. Мука, 2 килограмма консервы, масло растительное, молоко, одна штука круп, одна штука макаронные изделия, сгущенное молоко, сахар, чай, печенье белейное, консервы, рыбные шпроты. Здесь у нас средства вирамистин, гигиены, антисептическое мыло, салфетки, перчатки и маски. Это пенсионеры, нуждающиеся многодетным семьям. И очень у нас востребованы маски у семьи с детьми инвалидами. Вам можно позвонить на нашу горячую линию. Если вы хотите оказать помощь, привезти там маски, мы будем вам очень благодарны. Ребята, в описании будет указан телефон и подробная информация, если вы хотите присоединиться и как-то помочь. Если у вас нет возможности выбраться, ничего страшного, можете перевезти деньги на ваши деньги и обязательно купят медикаменты, и они попадут в нужные руки. Я волонтер! Грузим продукты в кадиллажку! Ты на кадиллажке? Да. Сок. Подскажите, пожалуйста, какой этаж? Я правильно понимаю, что гуманитарная коробка помогает нам социально дистанцироваться друг от друга сейчас в лифте? Мы подходить близко не будем, коробочку поставим. Как здоровье у вас? Ну, ничего, нормально. Блин, я думаю, что у меня... заглюк в глазах, ну зачем ты так делаешь? Я наблюдал за тобой, как протекает твой карантинчик. Что эта сумка опять делает? Так, у нас к одной сумке еще одно прибавление, посмотрите. Ну, не трогай их. Эти сумки ждут, когда здесь... Вот и здесь, вот и здесь, вот и здесь. Мы, кстати, запланировали тут ремонт, поэтому, если вы хотите нам помочь с ремонтом, напишите на почту. Если вы помните, мы планировали купить зеленый диван еще миллиард лет назад, и мы и так этого не сделали на квартиру, поэтому думаем, что купим его сюда. Да? Да. Ну, это мы подумаем. Я хочу тут крутое дизайнерское решение. Дизайнеры есть? Вы среди моих подписчиков? Напишите мне в директ или моему директору. Заинтересуйте нас, и мы обратимся именно к вам. Ну, что, ребята, ночь, час ночи, нужно подвести итог. Я очень сильно устал, у меня болит голова, я весь день провел в телефоне. Это, конечно, беспрецедентная акция, и вообще то, что произошло с моим инстаграмом, с этой маской, это, конечно, очень круто. Я не ожидал такого выхлопа. Я, когда это придумал, я думал, что это разорвет, но не настолько. Смотрите статистику. У меня 2 миллиона 856 подписчиков. Больше 700 тысяч подписчиков за чуть больше, чем сутки с момента запуска маски. У меня 10 миллионов 458 тысяч просмотров за последнюю неделю профиля. Это просто разрыв. И у меня в общей сложности 162 миллиона импрессионс. Я думаю, что это самый успешный кейс, связанный с запуском маски. 100%. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто принял участие. Самое главное большое спасибо всем тем, кто отнесся с юмором и с улыбкой к этому, ко всему, но те, кто выиграл деньги, вы красавчики, я вас поздравляю. Ну, а те, кто начали меня обвинять в том, что это наеб, ребята, это было, во-первых, 1 апреля, во-вторых, никого я не наебывал, все повеселились, особенно на карантине. Будем следить, что будет происходить завтра. Оставайтесь со мной. Это самый, надеюсь, приятный влог напитка. Ну, что вы хотите, я вам куплю. Хотите что-то? Я вам куплю. Ну, что предлагаю, там пенсии 7 тысяч. Ну, да, что хотите-то? Что хочешь? Рыбу соленую. Вот это нормально? Берите. Спасибо вам большое. Дай Бог. Какой пирог? А какой тут есть? С малиной. С брусникой. С брусникой? Так тут его мало. Да хватит. Давайте с брусникой. С корицей есть маленький кусочек. И с корицей, вот. Вот оба. Беляш нужен? Нет. Мы мясо пока не едим. Все-таки пост. Спецкурьер Тарасов к вашим услугам. Здравствуйте. Спасибо большое. Что такое волонтеры, одним словом? Это улыбка и наслаждение, потому что я получаю удовольствие от того, когда люди мне говорят спасибо. Мы молодые, мы спортивные, должны ходить по лестнице. Не забывайте этого, ребят. Только движение вверх. Не на лифте, а ногами. Так говорила мне мама. Спасибо вам большое. Даже не ожидала ничего. Мы пытались для вас зазвониться, у вас занятие. Вы по телефону болтаете? Да. Понятно. Ну а что делать-то, ребят? Прям уже невозможно. Так, вы скажите, вам мусор вынести? Без. Нет? Понял. Не надо упустить. А что у нас любители мусорали? Нет. Извините. 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 Какой этаж? Четвертый. Идем, идем. Аккуратнее. Куда занести? Поставьте мои золотые. Здравствуйте. Я сейчас лечусь у врача-гастроэнтеролога. Рыба, рыба. Жирные виды без кожи туском. Смотрите, вот рыбка, вот эта точно не жирная. Я здесь воевал и погиб у реки. С тех пор не бывает неживому. Промоются кости холодной водой. Мне из земли не подняться. Я так же, как вы, был тогда молодой, таким суждено и остаться. Блин, у меня вообще мурашки были от этого стихотворения. Бабушка, вот такая настоящая русская бабушка. Боевая, классная. Блин, ну знаешь, что тут печально? Она говорит, ко мне никто не приходит, вообще никто ко мне приходит. Нельзя оставлять стариков одиночных. Здесь били с врагами в смертельном бою. И здесь полегло нас немало. И спили мы горькую чашу свою, чтоб жизнь на земле легче стала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова